На том же месте, в тот же час, в память о первом живом выступлении Битлз в Вашингтоне в концертном зале колюзей, прошло представление Битломания. Певцы и актеры в точности воспроизвели события 50-летней давности. И это только часть мероприятий, посвященных историческим гастролям. Дебютный тур Битлз по США, говорят эксперты, сыграл огромную роль в их карьере. Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон, Ринго Стар покорили сердце страны, где возник рок-н-ролл. Я была здесь на первом концерте. Сцена представляла собой боксерский ринг. Я находилась в пятом ряду. Это было нечто фантастическое, потрясающее. Невероятно, что они пели так близко, прямо напротив меня, и я могла слышать буквально все. Это было так захватывающе. Ливерпульская четверка прилетела в США 7 февраля 1964-го. Американцы только стали приходить в себя после убийства президента Кеннеди и нуждались в положительных эмоциях. Впрочем, большинство поклонников Битлз не раскладывают на составляющие причины оглушительного успеха ливерпульцев. Их просто обожают по обе стороны океана.